Купить дешево, а главное безопасно игру на PlayStation вы можете в магазине PlayStation World Store. В этом магазине вы можете купить любую игру для консоли PlayStation, начиная от новинок и заканчивая такими старыми проектами как Resident Evil, Red Dead Redemption 2 или же Death Stranding. Причем по весьма выгодным сценам, потому что на многие игры действует скидка вплоть до 80%. Ну и также если вам нужен любой уровень подписки PlayStation Plus, вам также помогут с этой покупкой. Лично я в этом магазине и покупал себе подписку в начале этого года. И благодаря своим козырным связям, специально для вас я выбил скидку в 5% на любую покупку в этом магазине. Так что при покупке любого товара говорите, что вы пришли от меня и вам сделают скидку в 5% опять же на любую покупку. Ссылка на магазин будет в описании и в закрепленном комментарии к этому видео. Здравствуйте, дамы и господа. В российском обществе последние пару лет сложилась такая тенденция, что каждые полгода мы с вами обсуждаем блокировку Ютуба. Точнее, возможную блокировку Ютуба. Чуть ли не каждую неделю к нам выходят наши депутаты и заявляют, что Ютуб это плохая платформа, которая продвигает неугодным России блогеров, который банит наших отечественных блогеров, которые говорят только правду и ни в коем случае не врут своей аудитории. Все это мы слышим последние пару лет. Естественно, причины они ясны, только тупом они непонятны. Ютуб это та платформа, которую невозможно контролировать. Ютуб это та платформа, где имеются неугодные блогеры для государства, которые говорят неугодные вещи для государства. А если появляется какой-то пророссийский блогер, который несет полнейшую ахинею, то его тут же, конечно же, банят. Естественно, в кавычках, ни за что. Разумеется, такое не нравится ни нашему правительству, ни этим блогерам. И, естественно, была такая идея сделать аналог Ютуба, только российский, который можно будет активно контролировать, банить неугодных им блогеров и все такое. Вообще, в чем прикол? Наше государство, оно спит и видит о том, чтобы заблокировать Ютуб. Это их давняя мечта, это, я уверен, их главное большое желание полностью ограничить Ютуб, замедлить, убрать оттуда блогеров, увезти оттуда людей. Но пока что все их попытки выглядят просто смешно, потому что что ВК-видео, что Яндекс.Зен, что, прости, мать твою, господи, Рутуб, это все не то. Одна платформа просто нерабочая, другая вообще кому она нужна, а третья пускай и пыталась все это прикольное сделать, покупала блогеров на эксклюзивные контракты, но люди массово не переходили на постоянку в эти платформы. Да, к вам перешло пару миллион человек на одно видео, посмотрели и закрыли ваш сервис, потому что люди не хотят уходить с их любимой платформы, то есть с Ютуба. Потому что люди годами, десятилетиями смотрели Ютуб, выкладывали туда интересные, развлекательные видео, полезные видео. И все эти платформы, они не давали того, что есть на Ютубе. Как минимум это огромный склад интереснейших видео, годовалой давности, десятилетней давности, от всего этого люди не хотели как минимум отказываться. Я еще не говорю про систему рекомендаций, систему подписок, плейлистов и так далее. А также сами блогеры добровольно не хотят уходить на другие платформы, потому что там просто нет такой аудитории, там нет таких охватов. Плюс там нет таких денег, которые предлагают рекламодатели за свои просмотры на Ютубе. Даже эксклюзивные, я уверен, миллиардные контракты с ВК-видео не заставят ни одного блогера с Ютуба полноценно уйти. Мы это видим на практике, как некоторые блогеры поначалу выкладывали только на ВК-видео свои эксклюзивные видосики, но поняли, что там все просмотры либо накрученные, либо их слишком мало, и это блогерам не нужно. Ребят, я вам клянусь, если бы сейчас ко мне пришли менеджеры из ВК-видео, сказали бы, чувак, вот тебе 200 тысяч рублей в месяц, но снимай контент только для нашей платформы, забрось Ютуб, я бы, честное слово, отказался, потому что перспективы снимать ВК-видео, ее просто нет, там нет аудитории. Наоборот, аудитория из ВК в принципе уходит, а на Ютубе, пускай и маленькие шансы, но продвинуться они есть, потому что на Ютубе миллиардная аудитория и гигантский потенциал. Я это все к чему? А к тому, что никто из тех, кто вот эту всю фигню затеивал, они нихрена не поняли, и недавно выкатили новый аналог Ютуба под названием Платформа. Новый российский видеосервис Платформа, разработанный R-Team, предлагает функции и интерфейс, схожих с Ютуб. Сервис поддерживает видео до 4К, короткие ролики и имеет строгую модерацию контента. То есть они создали платформу, которая называется Платформа, которая является просто-напросто копиркой по интерфейсу с Ютуба, и заявляют, что это отличное решение для тех, кому не нравится смотреть ролики на Ютубе и снимать ролики для Ютуба. И больше всего мне нравится их, вот знаете, позиционирование своей платформы. Они говорят, что на их платформе есть система рекомендаций, а которая поможет вам найти подходящий для вас контент. Какой же это пиздёж, дамы и господа. Ютубу потребовалось более 10, да даже больше лет, чтобы создать свою систему рекомендаций, которая, ну я бы не сказал, что она какая-то хорошая, в ней есть большие проблемы. Но тут появляется российский аналог, который заявляет, что у нас офигенная система рекомендаций, которая поможет вам найти для себя нужного блогера, а блогерам поможет продвигать их интересный контент. Вопрос в том, что какой контент именно эта платформа будет продвигать. Я думаю, что это риторический вопрос. Хочу дать должность, что из всех тех сервисов, которые мы видим, ВК-видео, Яндекс, Дзен, Рутуб, платформа выглядит, ну, ещё более-менее. Действительно, не самый плохой интерфейс, действительно, вроде как, всё интуитивно понятно, ну, потому что это просто слизно с Ютуба. И вроде как, мы должны бояться, что, блин, всё, Ютуб закроют. Но, ребят, мы все прекрасно понимаем, что из этого нихрена не получится. Я, честно, не понимаю, но сколько нужно ещё им времени, чтобы понять, что создать аналог Ютуба у них не получится. Люди не намерены уходить с удобной им платформы, чтобы смотреть контент просто в российской платформе. Вот ответьте сами на свой вопрос. У вас сломался пылесос, телефон. Куда вы, в первую очередь, пойдёте смотреть какое-то видео с инструкцией, как это починить? Естественно, на Ютуб, потому что Ютуб это склад полезных, интересных и развлекательных видеороликов. Об этом я уже говорил в начале. Вы начинающий блогер, вам интересно снимать видео. Куда вы пойдёте эти видео выкладывать? В Яндекс.Дзен, на платформу, ВК-видео, конечно, нет. Вы пойдёте на Ютуб, потому что вы понимаете, что на Ютубе миллиардная аудитория. И ваш ролик 100% кто-нибудь посмотрит. В этом и весь парадокс, что блогеры не пойдут добровольно снимать на вашу платформу. Вот я пойду снимать на платформу? Конечно, нет. Там нет аудитории. Аудитория пойдёт смотреть ролики на платформе? Конечно, нет. Там нет блогеров. А там нет блогеров, потому что там нет аудитории. Всё, замкнутый круг замкнулся. И эксклюзивными контрактами вы не купите этих блогеров, чтобы они снимали только на вашей платформе Практика с ВК-видео это прекрасно показала Поэтому, как по мне, это мертворожденная платформа Которая и называется Платформа Блять, какое же странное, мне кажется, они выбрали название Я даже не хочу говорить о системе рекомендаций, о системе модерации Понимаете, когда у вас нет роликов, вам и модерировать нечего Поэтому это не важно, это не важно Мы об этом уже говорили в начале этого ролика, что вы не сможете купить абсолютно всех блогеров русскоязычных А точнее, не только блогеры, которые снимают в России, а все русскоязычные блогеры У вас не хватит денег и всех купить Допустим, даже хорошо, если хватит Половина из этих блогеров, она откажется снимать на вашей платформе Просто из-за моральных убеждений, как минимум Другая половина согласится, поснимают там 1, 2, 3 месяца и забьет болт И ваша платформа просто умрет Единственный выход, как они могут действительно переманить блогеров на свою платформу Это просто запретить YouTube и запретить там рекламодателям размещать свою рекламу Вот это действительно может сподвигнуть многих блогеров перейти на аналоговые российские платформы Чтобы просто получать доход Но опять же, тут вот знаете, как на это посмотреть Во-первых, есть рекламодатели, которые не зарегистрированы в России Опять же, многие русскоязычные блогеры не живут в России, а просто снимают на русском языке И вот как их перетащить на русскую платформу? Мне кажется, никак Да если мы даже представим, что окей, многие блогеры такие Все, нет рекламы на YouTube, именно вот рекламодатели Мы уходим на наши российские аналоги Ну, во-первых, эти аналоги, они должны быть реально готовы Типа, ВК-видео до сих пор не готовы еще К тому, чтобы принять себе вот столько контента, столько блогеров YouTube тоже к этому не готов Будет ли к этому готова платформа? Я, честно, сомневаюсь Да, выглядит вроде как более-менее неплохо Но, опять же, а когда там будет миллион роликов различных на разные тематики Как это будет все продвигаться Посмотрим, увидим Но, мне кажется, опять же, это все мертворожденное Даже вот, ребят, Инстаграм Он у нас вроде как заблокирован, официально запрещен Это организация мета, запрещенная организация ВРФ, все такое Но даже там до сих пор есть реклама у русских блогеров Да, ее стало меньше Но она все еще есть Ну, мне кажется, ваши запреты особо-то и не работают Да и люди, сами знаете ли, тоже не в восторге о том, что им придется уйти с YouTube Но это очень удобная для них платформа И даже скопировав их функционал Ну, вам нужно еще как минимум пару лет все это тестировать Как минимум пару лет все это нужно править, поправлять Люди к этому будут не готовы Я почитал множество комментариев под разными статьями, новостями Вот о том, что появилась новая платформа под названием платформа Там люди просто смеются над ними Говорят, ну шел уже 2024 год Они все пытаются сделать аналог YouTube Даже сами люди, обычные зрители, они над этим всем смеются Что уж говорить от тех, кто понимает, как это все работает Мое личное мнение о том, что, скорее всего, это очередной распил бабла Попилят бабки, попробуют, у них она не получится и просто уйдут Весь этот пафос, который они нагоняют в своих роликах Это выглядит просто смешной и, скорее всего, у них нихрена Поэтому, как по мне, блокировка YouTube пока что невозможна И, скорее всего, в будущем она тоже будет невозможна Если я ошибусь, я буду очень расстроен Ну и опять же, блядь, вот много ли людей ушло с Инстаграма? Да, много, но так же много людей там до сих пор и сидят Вы заблокировали там VPN и все такое Но это все работает, ну не работают ваши блокировки Блядь, даже китай, прикиньте, чуваки, в Китае анальная цензура, анальные блокировки Даже в Китае люди до сих пор смотрят YouTube Ну, что говорить вообще о нашей стране Я, честно, не верю в блокировку YouTube Я не верю во все эти аналоги, у них нихрена не получится И не буду скрывать, я этому только рад Как блогер, как зритель уходить с YouTube я не намерен Для меня это одна из самых удобных, это самая удобная платформа для просмотра видеороликов в интернете Если вы со мной согласны, то поставьте этому видео лайк и на канал подпишитесь Мне будет очень приятно, на этом, в принципе, все Всем спасибо за просмотр, меня зовут Виталий Веселов Всем удачи и пока, ребят, пока-пока